Моего товарища Андрея Бледнова из группы 2517 Новый проект Лёд 9 и там перефразирую слова Надеяться и верить Наверное, стоит сказать, надеяться и делать И вот это наше малое дело Такое в ближайшем рассмотрении может быть забавное, даже смешное Это всё не случайно, потому что Давайте вспомним историю За что едва не расстреляли Достоевского За то, что он с друзьями читал письмо то ли Белинскому Гоголю, то ли Гоголю Белинскому И сколько тогда было совершенно, как казалось бы, бессмысленных деяний Какие-то переписка Герцена с Игоревым Какие-то нелепые сходки Какой-то Павел Власов из романа «Мать» вышел на улицу с другими чумазами рабочими А потом вдруг спустя 10-50, неважно сколько лет Выяснилось, что вся планета стала иной Это уже сейчас вопрос отношения к тому, какое это было время Я полностью поддерживаю предыдущего оратора, что в России необходимо вводить день политического заключенного Я единственное, что не хотел бы строить нашу оппозицию ко власти исключительно на антисоветской риторике Дело в том, что Советского Союза нет уже 25 лет И сегодня мы видим другую социал-древенистскую, совершенно чудовищную, в своей совершенно не советской ипостаси власть И вот к этой власти мы должны апеллировать, с этой властью мы должны разговаривать И этой властью мы должны ставить свои условия И с этой властью мы должны бороться Вот чем мы и будем заниматься в ближайшее время Вот эти все наши бессмысленные деяния Это наши собственные самоощущения Это наши, как сказали бы люди на Востоке Это наша карма протестная Она должна каким-то иным образом повлиять на это государство Потому что до тех пор, пока в России живы праведники А я верю, что среди нас они есть В России есть какие-либо шансы Давайте помнить о том, что эта земля Она пропитана на 100 метров в глубину Пропитана кровью, потом тех людей, которые сохранили эту страну для нас Мы не должны дать ей обвалиться Мы не должны дать ей исчезнуть Это наше единственное оправдание нашей жизни Потому что мы не венец цивилизации Мы не люди, которые пришли и которым всем должны Мы звено в русской цивилизации Вот давайте подумаем о том, как будут жить здесь наши дети Что здесь будет с нашими детьми Давайте в конце концов за них решим те вопросы Которые, не дай бог, придется решать им спустя 10, 15, 25 лет Потому что у России такого долгого срока годностью С такой власти нет Давайте решать свои проблемы сегодня и сейчас И еще два слова касательно все того же советского и антисоветского Понимаете, в России за последние 25 лет Зародилась, проявилась и накопила жирок Новейшая либеральная интеллигенция Буквально сегодня части либеральных деятелей получают серьезные призы Получают серьезные награды из рук сегодняшней власти И вот люди, которые неистово боролись с советской властью Вполне лояльно относятся к этой власти Мои главные претензии сегодня направлены не к КГБ и к Гестапо А собственно к либеральной нашей интеллигенции Или к псевдолиберальной, квазилиберальной интеллигенции Которая так легко, так бесстрастно, так нагло, так цинично сдала все завоевания свободы В конце концов свободу завоевывала вся страна Для себя, а не либеральная интеллигенция Для того, чтобы у нее была возможность снимать свои фильмы Снимать свои книги, рисовать свои картины Русский народ, Россия имеет право на свободу И мы ее заслужили, и мы ее себе сохраним Спасибо огромное